В этом году Кубань отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Больше года Краснодарский край был под оккупацией врагов. За это время гитлеровцы расстреляли, повесили, удушили газами в машинах-душегубках и замучили в застенках гестапо более 61 тысячи человек. Наша землячка Клара Ефимовна Котенко все это пережила и до сих пор со слезами на глазах вспоминает то страшное время. Страшные дни оккупации и террора на Кубань пришли летом 1942 года. Фашисты установили жестокий режим, заставляли работать на новых хозяев, за малейшее неповиновение расстреливали. Наша землячка Клара Ефимовна Котенко трижды оказывалась на волосок от смерти. Кларе Ефимовне тогда было всего 14 лет. Вместе с мамой, младшим братом и двумя сестрами они, как и многие кубанцы, старались убежать от войны, уехать в более безопасные районы. Но фашисты были повсюду. Во время переправы через реку Лабу, около станицы Воронежской, маленькую Клару приняли за еврейку и вместе с другими поставили в шеренгу для расстрела. От смерти ее спасла мама, которая убедила немецкого офицера, что дочь русская. Остальные были расстреляны, всего около 50 человек. Были среди них и дети, которые молили о пощаде, но были безжалостно убиты. Он подбежал и этого офицера, как ухватил вот так за сапоги, и вот так кричит, дядечка, не стреляйте меня, я жить хочу, я всю жизнь буду на вас работать. А он тогда, это так спокойно, смотрю, мы сзади него стоим, спокойно достает этот пистолет, или как их называют, не знаю, и три раза в голову ему так выстрелил, причем спокойно так. А тот мальчишка тоже вплет, он тогда ногой откинул от него, скинул с колен своих, тот мальчик вот так упал. Вы знаете, живу уже 80 лет после этого случая, он мне снится почти каждый раз, этот мальчонка, глаза у него такие были голубые-голубые, а волос курчавый, курчавый, темнокаштан. И он так вот, как лежал, а я стою и думаю, тогда что уж вы нас убиваете за то, что мы другой нации. Женщины-детей фашисты заставляли работать, они рыли окопы, строили заграждения, еды не хватало, приходилось голодать. На Кубанской земле фашисты хозяйничали, как у себя дома. Отец Клары Ефимовны был коммунистом, а с такими семьями расправлялись в первую очередь. Каждый день они боялись, что придут и за ними. С коммунистами и попавшими в плен советскими солдатами гитлеровцы расправлялись особенно жестоко. В соседнем доме фашисты зверски замучили советскую девушку, военнослужащую. Подошли мы, говорит, в угол того же двора, а там лежит девушка. Говорит, руки выкрученные, совершенно вот так лежат, глаза выколотые, живот распорот. И на ней уже мухи, что-то ж она ж пока ее уговаривала, она ж в август месяц, тепло, все мухи на ней сидят. Мама говорит, я ее стала складывать, вот уж взяла ее ручоночки, вот уж взяла, значит, юпочку вот эту, у нее разорванная была так. Говорит, сложила юпочку, она военная в нее, юпочка. Ну, тогда ж у нас военные девчата носили юпочки, вот уж военные у них были, то что там. Ага, военная юпочку вот так, говорит, сложила, живот ее вот кое-как, говорит, придавила, говорит, этой юпочкой. Говорит, вот так. Вот, ручечки, говорит, сложила, вот так ей, вот уж на живот. А смотрю, рядом валяется пилотка, и на ней красные звездочки-то даже были на пилотках у солдат. Ага, это. И она говорит, я ее взяла, это, ножички, и потянула туда, в окоп. И тогда прошу, это, душа, ну, подойди, помоги мне хоть закидать ее. Она говорит, не подойду, не подойду, там вонь от нее уже идет такая. Она нам вонь, а эту девочку, говорю, где-то мать и отец ждут, не дождутся, а ее вот так мучили. За время оккупации фашистами Кубани нашей героине пришлось увидеть немало смертей. Вспоминать прошлое очень трудно и больно. Но, несмотря на это, очевидцы тех событий должны рассказывать об увиденном, уверена Клара Ефимовна. Только так можно узнать настоящую правду о войне, зверствах фашистов и ценой какого героизма. Само пожертвование и стойкости народа была завоевана. Победа. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».